Вот я обнаружил этих гопников, за которыми гнались. Это они вот были. А кто с конусом из них был? Не знаю. Я в камеру не смотрел, а вы далеко были. Непонятно, кто из вас там был. А вы гопники? А пресс у него не было написано случайно на спине? Не обратил внимания. А вы гопники? Да, вы гопники? Мы нет. А вы гопники? Журналисты. А, подожди, мы бизнес-ориентированы, ракетеры гопники. А, модернизированы. Модернизированы. Понятно. Просто я бежал за каким-то человеком и фиксировал происшествие в городе Гернжике в белых тапочках. Понимаешь? А так этот гопник, что ли, взял? Я не знаю. Не знаю. Я не разобрал. Я стремительно бежал. Они очень быстро бежали. Просто стремительно. Копейте. Переходим. Давай, возьмем. Банды. Так, все. Теперь, что с этими конструкциями будет? Мусорку выкинуть? Да, их мусор, конечно. Понятно. А вот эти вот остроносые штуки? А эти задим в отдел полиции. А, вон что. Понятно. Чтобы полицейские поработали. Вы точно не гопники? Ну, мы просто увидели, здесь стояли. А, вон что я. Решили помочь полиции. Понятно. Конструкции падают в мусорку. Вот, засними, что это там две. Да, с ними, что две. Так, две, да? Да, вон одна. Все отлично. И вот она. И вот это, да? Все, в мусорку ушло. А еще где-то я видел две вы там где-то. Еще две надо выбросить. А, понятно. Две нашли они первоначально, две не нашли. Пойдемте, я хоть кино сниму. Игорь, куда мы идем сейчас? Мы сейчас идем в железке забирать. Две конструкции. Да, две конструкции. Которые ты спрятал где-то. А вот это что? Это не та конструкция, это другая. Это тоже мы забираем, да? Да, ух, тяжелая, зараза. И бутылку. Бутылку на воду улетит. Посторонние предметы. Зачем бросать тут? Ворот нету для заезда. Просто понаставили, непонятно. По дороге мы нашли еще одну железку. Также она стояла на прилегающей. Сейчас Игорь найдет, где же он там кинул еще две железки. И будем все это выбрасывать в мусорку. Ну, точнее, они будут, а я буду фиксировать. Загрузили конусы. Сейчас повезем в отдел полиции. Если по дороге найдем, загрузим все, что можно. А железки мы выкинули. Ну, вот, дошла очередь железок. Да? Так, мусорный бак. Вот еще одна большая. Еще мусорный бак. И последнее. А конусы в отдел. Правильно? Да. А конусы в отдел. Ну, друзья, сотрудники ГИБДД так и не приехали. Сколько раз ты, Алексей, звонил в ГИБДД? Три раза жалобу он ставил. Обещали приехать. Ну, так и не приехали. У нас багажник конусов. Сейчас по пути в Краснодар. В Краснодар. Контроль проезда на красный свет. Да, в Краснодар. Мы поняли. В Краснодар. Значит, мы едем. И по пути попытаемся сдать эти конусы и оставить жалобу на мою. Ну, а впоследствии будем делать запросы. Привлекли ли его за все нарушения. А если нет, то почему все эти должностные лица, все эти командиры, которые находились в кабинете, почему тогда они бездействуют, если они не оформлены? Ну, а сейчас смотрим в оба. И если увидим сотрудников ГИБДД, обязательно с ними пообщаемся. Так, Алексей набирается тут. Алло, здравствуйте. А я вот обращался по поводу улицы Мира, 38. Никто так и не приехал из ГИБДД. У нас ваше сообщение зарегистрировано. Рядом вы приехали. Что вы говорите? Я говорю, у нас ваше сообщение зарегистрировано. Рядом вы приехали. Никто не приезжал. Мы же там были. Запрудники тоже там были. Вы что-то хотите сообщить? Что сделали? А что сделали они там? Составили протокол. Протокол? А на кого? По каким статьям? Я имею право разглашать. Хорошо. А где ОВД находится? Мы жалоб подадим. По какому адресу? Вы можете ее по телефону продать. Не, а мы письменную хотим. У нас там еще видео доказательства, что ничего не сделали. Ни на кого ничего не составили. Горького, 26. Город Гильжи. Горького, 26. 26, да. Хорошо, спасибо. До свидания. Сейчас хотите что-то по телефону срабатывать? А скажите, а где сейчас патрулируют ДПС? Можно узнать? Я не имею права мировозглава. Нет, ну где патрулируют? Почему как они? По городу, где они? Я еще раз вам говорю. У меня не полномочий вам рассказывает, где патрулируют наряды. Хорошо. А ГИБДД есть отделение, которое работает круглосуточно? Десантная, 21, рота ДПС. А, ну работа круглосуточно. Там есть дежурный такой. Спасибо. Испектор ДПС. Спасибо, ага, до свидания. Иди сообщи, что ты сейчас потерял. Да нет пока. Ну что, если не приезжают, если они обманывают, врут. Что я могу сообщить? Пусть жалоба рассматривается. Ну, открутилось все. Десант 21, давай. Рота ДПС. 21. Как раз рота ДПС, они как раз там. Вот туда надо ехать. Снова приехали мы к этому отделу ГИБДД. Но ворота здесь закрыты. Но нам сказали в дежур по 102, что здесь работают круглосуточно. Есть два звуковых инспектора. Что они? Сейчас уточним, как пройти. Что это такое? За беспредел. Сколько мы, 14 километров проехали? Да, 14 километров. Охренеть. И вопрос, как же были там инспекторы на меры? И ни черта не сделали. Сколько железок выкинули? А сейчас мы будем все уточнять и писать заявление. Если возьмет кто-нибудь трубку. 12 километров. 12 километров. Продолжение следует... Снимение с пожарно-спасательной службой нажмите 1. С полицией нажмите 2. Со скорой медицинской помощью нажмите 3. Со службой ГАЗ... ЖКХ. Полиция, дежурная часть. Попрос слушаю. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. А вот мы прибыли в отдельный батальон ДПС по городу Геленджику. А здесь закрыто все. Как нам пройти к дежурному инспектору? Наберите телефон 2-84-82. А если не с чего позвонить? Не с чего позвонить? Да. Ну с чего-то же звоните. Денег нет на телефоне. Закончились. Вам звонили все время. Деньги все закончились. Ну у нас нет прямой связи. Ну мы сейчас позвать не можем. Да, вы вызвите, пожалуйста, чтобы к воротам подошли. Хорошо. Спасибо. А так никак не достучаться, да? Вот, все закрыто. Сейчас посмотрим. Может постучим, может. Ну хотя постучим. Они если там, на территории вряд ли они услышат. Понятно. Ожидаем, пока дежурный свяжется. И нам, нас примут. Так как у нас накопилась масса жалоб на полицейских города Геленджика. Обратил внимание на бетон. Видите? При заливке этого бетона, похоже, какой-то человек какие-то буквы тут вывел непонятные. Не очень понятно, что здесь написано. Ну в общем, что-то вывел. Какая-то аббревиатура, наверное. А вот информация для граждан. И ворота закрыты. Непонятно. Так, еще звоним в полицию. Через 102 почему-то не могу дозвониться. Дозвоню через 112. Что-то в этом есть, да? 102, пожалуйста, нет. Так, ворота пока нам никто не открывает. Восстание с пожарно-спасательной службой нажмите 1. С полицией нажмите 2. Восстание с пожарно-спасательной службы. И так теперь все. Забанили. Попробуй 0.20 еще. Подожди. Ну сейчас через это. Без соединения с пожарно-спасательной службой нажмите 1. С полицией нажмите 2. Со скорой медицинской помощью нажмите 3. Со службой газа нажмите 4. По коннекту с пожарно-спасательной службой нажмите 1. По коннекту с пожарно-спасательной службой нажмите 1. С полицией нажмите 2. Со скорой медицинской помощью нажмите 3. Со службой газа нажмите 4. По коннекту с пожарно-спасательной службой нажмите 1. Полиции нажмите 2. Смешные медицинские службы нажмите 3. Смешные службы нажмите 4. Оперативный дежурный, слушаю вас. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. А вот мы стоим минут 15 у отдела ГИБДД по городу Геленджику. Десантная, по-моему, 21. И как зайти, не знаем туда. К сожалению, я не могу вам помочь. Я нахожусь в другой части города. Как туда зайти, я тоже не знаю. Попробуйте позвонить по телефону 284-82. Это их телефон, их дежурного. У меня нет денег на телефоне, не могу позвонить. Так, а в какую цель вы хотите туда попасть? Заявление написать. Ну, честно говоря, я не знаю. 1-0-2 попробуйте набрать. 1-0-2. 1-0-2 с этого телефона, это, в принципе, дежурная часть. 1-0-2. 1-0-2 звоним, а раз 5 не отвечает. Ну, надо еще раз попробовать. А я уже... Вы сейчас позвонили в аварийную спасательную службу. А я уже один... Я никакого отношения не имею к колитиям. А я уже 1-0-2 звонил, мне сказали, сейчас мы туда позвоним, и никто не выходит. Что делать? Не знаю. И вы не знаете тоже, да? Да, ну, как я могу вам сказать? А может, вы как-то передадите в 102? А может быть, вы свяжетесь со 102 и передадите все-таки? А что я могу передать? Что вы распустили? Да, совершенно верно. Сейчас вы будете налить. Хорошо. Доброй ночи, да, перескан. Суть изобретет. Вот такая ситуация, мне сейчас граждане звонят, находятся они на дистанте возле рода ДПС. То есть, хотят попасть сюда, написать заявление, но попасть не могут. Направьте, да? То есть, они пускают там в ЗКПП уже заводят, правильно? Хорошо. В ЗКП уже давайте, сейчас отрадите подъедут. А, спасибо, спасибо. Подъедут. А дело в том, что в этом КПП никого нет. Помнишь, мы днем, смотри? Вообще закрыт. Стучали. Сами пошли, нашли. Куча командиров. И ничего не понятно. А этот слился. Который нарушал. Трэш. Вообще. Подъехали сотрудники ГИБДД. Сейчас мы пойдем с ними общаться. Добрый вечер. Так, сотрудники ГИБДД подъехали. Инспектор Депролис. Здравствуйте. Поехали, Телополис. Габана. Очень приятно, спасибо. Так, ребят. А вы? Так. Что случилось? Случилось? Свои биометрические данные, я не разрешаю, чтобы тоже выкладывали. А вы покажите, пожалуйста, удостоверение. Пожалуйста. Биометрические данные. А биометрические это что? Биометрические данные, я просто не знаю. Вы не знаете? Нет. Ну, разъясните. Любой человек имеет свои биометрические данные, которые нас отличают друг от друга, правильно? Ну, это какие, я просто не знаю. Мы не понимаем, какие именно. Зажите. Секундочку. У вас какие отличительные черты? Капанов, Геннадий Александрович. Третья рука, может быть. Можно я прочитать? 23, 11, 34. А у вас 23, 30, 43. Скажите, пожалуйста, обращений. Очень. Что случилось? Очень много обращений. Записывайся вам придется очень долго. Первое. У вас есть заявления и сообщения? Много. Совершенно. Очень много. Все. Я предлагаю вам проехать на Горько-26 на Райаде. Скатите здесь. Мы сюда уже проехали. Мы приняли решение, что нам сделать. И поедем с вами устранять правонарушения по городу Геленджику. Сейчас, значит, мы принимаем у вас заявление. И просим вас заняться устранением правонарушения. Мы расскажем, где адрес. Все хорошо. Вы сообщение, заявление. Заявление, да. Кто вы такой? В соответствии с приказом колокольца у вас. Скажите, пожалуйста, а не ваш ли экипаж выезжал на улицу Мира? Рабо приемки устного заявления. Какой экипаж? Не ваш ли экипаж выезжал на улицу Мира? По нашему обращению. Не ваш. Мы приехали к Англии на поставщику. Вы общаетесь там, а я общаюсь с вашим коллегой. Так вы отойдите в сторонку. Мы приехали к Англии на поставщику. А, по нашему сейчас. Понятно. Мы приехали к Англии на написание. Понятно. Мы приехали к Англии на поставщику. Имеют парковочные карманы. Флешка. Нет. Какая флешка? Мне по видео передать. Как видео вам передать? Можете через госуслуги. Я вас пригласил. Чтобы вы сейчас отработали по ним. Можете. Я то, что могу, я знаю. Я вам советую. А куда вы нам должны передать? Флешку дайте. Так, Алексей. Как вам доказательства правонарушения передавать? Алексей, отчество как? Александр. Я, может, камера, так понимаю, в режиме записи? На ноутбуке есть, значит, видеозапись, которая свидетельствует о том, что ваш командир здесь находится, работает. Восемь раз нарушил правила дорожного движения. Нарушил кучу правил дорожного движения. Был ли он привлечен к ответственности по нашему обращению? Хотим проверить. Потому что у нас подозрение, что не был привлечен. А также он сообщил о том, что отправится с нами на улицу Мира. Но по дороге ему позвонил начальник, как он сообщил. Он слился. И все. И пропал. На наше обращение никто не отреагировал, судя по тому, что мы собрали кучу конусов по этой улице. Привезли их сейчас вот сюда. Будем сдавать вам как находку, чтобы вы разобрались, кто совершает административные правонарушения. Выставляет на проезжую часть. Также там целая улица блокираторов, которые блокируют проезд парковочной карманы. То есть улица Мира конкретно куадрес? 38. И много еще там адресов. Вот нужно разобраться. Также есть красная талка, на которой... Да. На которой, значит, мы обратились в полицию. Был конфликт. Впоследствии был он урегулирован. Мы сожалеем, что проявили доброту человеческую. Потому что через некоторое время... Да, через некоторое время... Так я сообщаю информацию. Через некоторое время, после того, как мы изъяли оттуда конструкции металлические, которые были выкинуты в мусор. Вы мне сказать вопрос вот такого. Вы вот это вот свое видеофиксацию куда собираетесь выкладывать? Да, мы подумаем еще куда. Может, в СМИ передадим, может, в Ютуб выложим, в ВКонтакт, в Одноклассники. Я не знаю. Друзьям раздадим всем. Да, вы публичное лицо. Подскажешь, как по должности. Командир 1-го... Отдельно... Командир роты. 1-го есть такой, да? Я не знаю, как вы видите. У вас 2 роты, да? Говорите сообщение. Роты 2-я одна. Ладно, есть видеозапись. Покажем. 2. У нас 1 рота. Отдельно рота ДПС. Батальон 2. Я еще раз говорю. Отдельно рота ДПС. Короче, командир. Ну, мы покажем. Фамилия в всем представляется. Значит, смотрите. После того, как мы урегулировали конфликт, директор этой красной талки нам пообещал, что больше выставлять конструкции не будут. Ровно через час мы обнаружили на том же совместе еще 2 конструкции. Также выбросили мусорный бак. Считаем, что директор обычный балабол, который врет просто и слова не держит. Поэтому мы считаем, что нужно его наказывать, привлекать к ответственности. Мы зафиксировали, кто выставлял. Вы представляете, что в серии право дорожного движения было ли что-то конусы? На проезжую часть. Выставлено. Препятствуют парковке автомобиля. То есть создание помех умышленное. Статья 12.3. Ну и самоуправство, наверное. Потому что блокировать проезд автомобиля, наверное, самоуправство. Вот нужно разбираться. Потому что нам сообщили граждане, что там полиция вообще не работает. Какие-то они сказали блатные там. Мы не понимаем. А я не знаю, кто там блатной. Но я вижу кучу нарушений на одной улице. Десятки нарушений. А никакой реакции не вижу. Вот и все. Вот Алексей пытается передать видео инспекторам. А у них нет современных технологий. Наверное, генерал Капустин не обеспечил. У меня тоже свое время идет. Я за вас выполняю работу. Говорите. Не гоните меня. Сколько надо, столько буду говорить. Хоть 2 часа, хоть 3 день. Но буду говорить. Пока не наговорю вам. Не гоните меня, пожалуйста. Скажите, пожалуйста. А по какой причине у вас нет технологий для того, чтобы изъять сейчас видеозапись и по ней отработать? Скажите. Вас не обеспечили? Не обеспечили. А, понятно. Не обеспечили. Нет ГИБДД современных технологий. Нищие. Понятно. Бывает. Наверное, генералу предусвести. С плакатом стоять, чтобы генерал Капустин, примите видеозапись. Ваши сотрудники в Геленджике вообще ни черта не имеют. Нет у них нищие. Выделите им, пожалуйста, современные технологии. Номер КУСП, потом сообщите мне, пожалуйста, складывай по всем. Дежурную часть, зарегистрируйтесь. Смотрите, вы сейчас... Номер КУСП, дежурную часть, надиктовать потом каждое мое сообщение и сообщить номер КУСП, чтобы сразу зарегистрировать. Видеозапись мы вам сейчас продемонстрируем, если у вас нет технологии. И поедем принимать меры. Сейчас принимаются на плач. Все, понятно. Все, тогда ожидаем. Ожидаем тогда. Понятно. Да, друзья, вот принимают заявление. Непонятно. Вообще. Как в этой стране можно добиться справедливости? Так, Алексей показывает видео, где командир нарушал. Нет, пока эвакуатор. А, это эвакуатор еще. Да, вот повернули. А дальше командир будет. Вот на эту улицу столовая какая-то. Здесь автобусная остановка. Вот здесь Луначарского пересечения. Вот красный свет, видите, поехали. А на пересечении Садового-Луначарского. Да, вот поехали на красный свет. Нас запрещают сигнал светофора, да. Вот проезд. Так, это нашли, да? А, 30.01.2019 года. Время? Время 16.38.53. Так, Луначарского. Время 30.01.2019 года. По данному правонарушению делай заявление. Конечно. Да. Да, мне сказали сейчас... То есть первый звонок поступил в 16 часов? Нет. Нет. Мы более того, мы приезжали сюда. В 16.00. В 16 часов 38 минут 53 секунды. Второе. Второе тоже, да? Да. Это что за видео? Подожди, сейчас секундочку. Это по конусам, наверное, тут, да? Так, это улица Мира, да? По-моему. Это улица, да. А, нет. Это улица Морская. Вы знаете, у нас Морская. А, вот это улица Мира, да? А, вот это Мира. Значит, вот так. Сейчас посмотрим по Мира. Сначала. Транспортного средства. Командир, да? М. М. 06.02. 06.02. 23 регион. Который. Время. А сейчас мы будем смотреть все нарушения. 8 нарушений совершил. Так, отвалитель. Который. По-моему, во втором файле начинается. А, вот. Который. В... 30-го, точнее. 30-го. 30-го. 01-го. 2019-го года. 16 часов 51 минута 33 секунды. Совершил перестроение. С правой полосы на левую полосу. Без указания соответствующего сигнала поворот. 01-го 2019-го года. 16.53.21. Сравится piece 1. Срешил нарушение требования разметки. Обратите внимание. Сплошная линия разметки нарисована. Перекрёстки с круговым движением. Вот. Он её пересекает. Он её пересекает. Смотрите. смотри а это что такое а это что за полоса вот это сплошная до внутреннего отсюда можно пересекать точно начать чем разрушил линии размер какой если вот разделить на смотрите я должна вот-вот это сплошная еще раз покажу здесь не идет рядом с ней пунктирной ли если бы рядом с ней шла я согласен можно пересекать но здесь не нарисована она в кольце две полосы да здесь две пересекать сплошную линию разметки на перекрестке с круговым движением это что за перекресток джугба вот новороссийск это что за перекресток таких улиц м4 чем фасададон луначарского м4 с луначарского здесь вот эта линия разметки не позволяет он должен был перестроиться пропустить и здесь уже перестроить но если здесь есть транспорт средства он же с этой ехал с крайней левой короче пусть выносит решение мы будем обжаловать все решение когда будет незаконно она что новороссийск он двигался к вам это сторону россии куда сюда водил там же на этом перекрестке при движении 100 в сторону новороссийска допустил нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и выполнил съезд с крайней левой полосы движения с движением обратите внимание съезжает с крайней левой полосы хотя должен был съехать с вот этой полосы вот перестроившись заблаговременно и осуществить съезд вот он съезжает прямо на поворот показал пород по поворот а позже еще поворот не или показал сейчас по-моему чуть гореть на показал на при съезде нет поворот не показал стать спасибо на ну-ка съезде с кольца надо по показу поворот где показал ну крат непонятно так у вас включается там чуть-чуть нажав но он больше не завершив маневр не будем все в районе был тридцатого ноль первого две тысячи девятнадцать шестнадцать пятьдесят три тридцать девять это командир это командир а он у вас так тоже учат инспектора до командируешь надо его разжаловать сержант нарушил право расположения ппс средства нам дали не таким полномочиям и на я вам же разжаловал бы и выгнал бы в уборщики куда нибудь это доверить ему можно или нет непонятно так нарушает а граждане по дороге двигаются и видят это видят и думают вот так командиру можно а нас за это инспекторы привлекают понимаете вот так позор просто вот нашу россию поэтому и позорят везде говорят какие-то варвары тут живут вот из-за таких командиров и позорят крайне левые полосы что дальше не показал сигнал поворота при повороте налево время осмотрим 16 54 52 вот что вот вот этот перекресток он вот вот туда движение запрещено грузовым вот здесь поворот к вам идет вот елки растут казаков нету это когда вот повернули вот здесь 40 вот так вот так церковь какая-то вот сюда чем для здесь да здесь включил здесь все четко поехали дальше вот едем 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 и вот здесь он при движении по главу не показывать поворот почему-то вот движется без включён на поворот эти не показал и повернул время фиксируем 16 54 до хотя там движение прямо то есть есть только одна дорога была бы это просто конфигуратором а здесь а здесь 2 ну и прямо можно вот на пересечении не знаю каких улиц вот елки растут опять главная дорога казаков нет а уже десант ну вот значит какой-то там не знаю улиц 16 59 53 перестроение 7 минут 6 нарушений опять не включил поворот на 5 не включу поворот уже за за 7 минут до нормально это командир какой-то рот это вот это и рот и не знаю какой-то 2 1 же указать пару туда он представлялся надо будет посмотреть и вот еще при перестроении он здесь вот с крайней правой полосы на крайнюю левую тоже не включу поворот вот здесь дальше движение вот по этой улице десантно до время время 16 59 58 самое грубое это расположение транспортного средства 27 полторы тысячи штраф а это 16 58 движение по улице десантно до и на перекрестке где-то там при перестроении так видеофайлы на обозрение представлял то есть а я записывал при инспектора не видеть вас при инспектора дпс можете фамилию баранин баранник лейтенант полиции быстро как договорить все четко может фамилию произносить просто я не могу не заполнить вас много я один сколько как фамилию баранник баранник при лейтенант полиции баранники и при кабанове баранник и кабанове видеофайлы обозревали а еще когда он ехал алексей когда он в город обратно сейчас я еще к этому нарушению то же сам водитель 30 так меня файлы конечно если вы хотите их получить прямо сейчас вы можете предоставить нам носить либо указать адрес электронной почты куда мы вам перешли ему как появится возможность интернет и мы госслужащие у нас есть свой сайт гибдд так укажите нам на бумажке напишите мы зафиксирован на видеокамеру и пришел вам туда скажем также сообщение вот молодец мы на главную мы показали что над показ до пород показал вес а дальше между наклонной лишь где показали там и а пока вакула все хуже и хуже он наверно за не занят был телефонным разговором быть по с командиром до после нашего разговора сначала все хорошо мы его даже похвалили а вон видимо и сказали ты чё творишь на просто выяснить ради интереса что происходит у вас может надо что-то делать тут срочно так и вот дальше движется сейчас здесь показал смотри да 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 мы швалили молодец и справился видим варим молодец так а вот здесь уже почему-то забывает раз и забыл почему странно да привычка вот так вот он вот здесь две дороги правильные туда можно ехать сюда надо показывать а где главное время так время 17 52 07 тоже не показал не показал так это где то вот где смотрите вот поле идет какой-то сейчас а вот такая указание включение центр был ж.д.а. дон центр и вот какая-то краснодар и краснодар и что это ипподром что есть такой аэропорт аэропорт точно вот вот рядом где-то здесь вот что это за улица не знаете вот вот здесь не показал вот это вот аэропорту туда туда центр вот он центр поехал вот здесь опять будет сказать подожди или включил то что он не ничего не говорит да они а включает включает перестройки ключи все нормально теперь поехал дальше аэропорт пишут нет 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 это не был